Аномальная погода испытывает на прочность жителей Европы. Снегопады и морозы обрушились на территорию Германии, Австрии, Нидерландов, Норвегии и Греции. Здесь столбик термометров впервые опустился до рекордных минус 19. Есть жертвы. Отменены больше 200 международных рейсов. Европа во власти сибирского циклона. По последним данным, от сильнейшего снегопада в Австрии погибли 7 человек, в Германии двое, а в Греции замерзли трое. Впервые за 50 лет в Австрии полностью эвакуировали горнолыжный курорт Хукар. Вывезли всех туристов и обслуживающий персонал. Причина – максимальный уровень угрозы схода лавин. Еще одна трагедия произошла в Норвегии, рядом с городом Тромсе. Здесь снежная лавина накрыла группу иностранных туристов. Погибли гражданка Швеции и трое граждан Финляндии. Из-за холодов и снегопада в Греции закрывают школы. Они не приспособлены к работе в морозе. Здесь впервые столбики термометров опустились до отметки минус 19. За ночь в Афинах выпало несколько сантиметров снега. Местная полиция призвала автовладельцев быть осторожнее на дорогах. В некоторых районах запретили выезжать без цепей противоскольжения. Кроме того, закрыто движение на некоторых трассах. Генеральный секретариат гражданской защиты также уведомил государственные органы, регионы и муниципалитеты Греции о необходимости быть готовными к чрезвычайным ситуациям. Я впервые почувствовал жуткий холод. Утром все дороги покрыты льдом. У нас даже нет соответствующей обуви. Я даже не знаю, справится ли правительство Салоников с такой напастью. Не меньше страдают и афганские беженцы, которые живут в палаточных городках. Тысячи семей впервые увидели снег. Ночью спать невозможно. Мерзнет все. Голова, нос, ноги. Если местные жители в шоке, то что про нас говорить? На родине у нас не бывает снега. По прогнозам синоптиков, холодная погода в Греции продержится до 10 января. Схожая ситуация наблюдается и в Баварских Альпах. В районе Мейсбах местные власти объявили режим ЧЭС из-за большого количества снега, который, по прогнозам экспертов, будет эти всю неделю. Из-за чего толщина снежного покрова может достичь двух метров и попросту обрушить некоторые здания под своим весом. Отголоски стихий дошли и до Сербии, где власти решили ввести красный уровень опасности. Сибирский циклон продержится на большей части Европы до конца недели. Ирина Евгеньева, Наталья Райм, Информбюро